Так, ну и, конечно же, шинкуем капусту. Вот это моя терочка, моя палочка-выручалочка. Много чего она мне на кухне помогает делать быстрее, лучше. И вот она классно шинкует капусту. Здесь приблизительно, ну, наверное, килограмм капусты нашинкованной. Я добавила одну чайную ложку сахара, я добавлю две столовые ложки соли без горки. Я очень вам рекомендую не использовать вот эту мелкую соль экстра вообще для засолки. Да и, в принципе, для готовки она, ну, не айс. Дальше все это дело мы хорошо вот так вот жмакая, ну, вот так вот перемешаем. Одной рукой неудобно, сейчас все сделаю, покажу. Я добавила там штучки, штучек пять перец с черным горошком, лаврушку, утрамбовала уже все в банку и заливаю холодной водой. Мы до края не доливаем три пальца. Безусловно, это не какой-то супер гениальный рецепт, рецепт моей мамы, но мне нравится, как получается капуста. Другие рецепты я даже не хочу пробовать. Почему я ставлю капусту в тазик? Потому что все равно будет какая-то вода вытекать. До края банки никогда не наливайте. Я беру марлечку, сверху накрываю и желательно два раза в день, вот у меня для этого есть палочка из-под суши, вы берете и вот так вот капусту просто прокалываете. Она у вас будет стоять от суток до четырех при комнатной температуре. Все зависит от того, насколько тепло в вашем помещении, насколько быстро она засолится, насколько мелко она порезана или если она крупнее порезана. В общем, все по-разному. В любом случае, вы не ошибетесь, вы попробуете и сразу поймете, что она готова. Как только она готова, накрываете обычной пластиковой крышкой и убираете в холодильник. Готовлю термису, покажу вам. Это достаточно быстро и просто. Нам понадобится маскарпоне комнатной температуры, печенье салоярди или по-другому называют дамские пальчики, я не заморачиваюсь, беру готовое. Три яйца, поскольку в десерте яйца используются сырые, обязательно их хорошо помойте, желательно с моющим средством. И кофе. У меня здесь не полный стакан, вот, ну, то, что наливает кофе машина. Яйца мы начинаем с яйца, отделяем желтки от белков. Начинаем мы с желтков. Мы добавляем 3 столовые ложки сахара. И всю вот эту вот желтковую массу нам надо очень хорошо взбить. Я покажу, да, какого состояния. Вот мы взбиваем желтки с сахаром, они должны увеличиться где-то в 3-4 раза. Далее добавляем маскарпоне 250 граммов комнатной температуры и все хорошенечко вымешиваем. Можно подзбить, но недолго. Желтки размешали с маскарпоне. Теперь в белки добавляем щепотку соли и взбиваем до таких устойчивых пиков. Я объединила обе массы, крем готов. Начинаем собирать десерт. Все, на дно какой-то формочки крем. Дальше мы берем печенье, обмакиваем в кофе. Вот я в такое, наполовину. И кладу в эту форму. Так вот втапливаю немножечко. И вот два ряда это максимально, больше не надо. Крем, печенье, крем, печенье, крем. И посыпать этой, как я его, господи, какао. Только не сладким, какао-порошок. Ну, все-таки в итоге я сделала три слоя, чтобы ничего не оставалось. Хотя я делала две порции, одну на угощение. Все, и сверху вот так вот присыпаем какао-порошком. Ставим на ночь в холодильник. Он должен хорошо пропитаться, хорошо остыть. И вуаля, десерт готов. Очень просто, вкусно. У меня получилось вот с тех пропорций, что я вам дала, две вот такие штучки. Правда, одна в два слоя, а одна вот в три слоя. Так, а для тех, кто спрашивает, где купить это печенье с авоярди, или по-другому оно называется, дамские пальчики, есть вариант его испечь. И рецептов в интернете вы найдете кучу. Это обычное бисквитное печенье. Просто я, ну, честно говоря, вот у меня стоит упаковка, мне вот надо быстренько приготовить десерт, и я его готовлю. Продолжение следует...